Вон там два комната, сами живут. А это для внуков хотели это все делать. Обидно же, конечно. Конечно, обидно. А там вообще жить нельзя. Это случилось на прошлой неделе. Вечером, сразу после ужина, в дом переселенцев из Таджикистана вдруг ворвалась толпа людей. Толпа там была. Тысяча-полтора людей были здесь. Все шикарные машины остановились здесь. Самые хорошие шикарные машины были здесь. Что они думают, молодежь? Нет, они. Зрослые были? Да. Три дня ночи не спали. В огороде с внуками спали мы. В огороде от них спали. А мужчины все не были, никто не был. Кроме бабушки Айсулу, давать интервью в этом доме никто не хочет. Зять, завидев камеру, просит не снимать. Это, че он нам? Слава, ой, без лишнего, не заинтересован. Мы не вечером там нажимали. Действительно ли на хозяина дома надавили, неизвестно. Но заявление о нападении он забрал. Кроме его собственности, в тот вечер пострадали дома еще нескольких переселенцев из Таджикистана. Большинство из них – этнические кыргызы. Они бежали сюда во время гражданской войны в соседней республике. И теперь любые споры между соседями часто переходят в опасные межнациональные разногласия. Вон та женщина – таджичка. Обвиняют эту женщину-кыргызскую из Жергетала в том, что она якобы внесла раздор между кыргызами и таджиками. Она, кстати, живет буквально через пару домов от той бабушки Айсулу. Как били окна ее соседки, она видела. Говорит, что незадолго до этого по городу ходили слухи. Кто-то сказал, что избили школьника-кыргыза. Кто-то рассказывал, что стычка между кыргызами и таджиками произошла на футбольном матче. После того инцидента соседи не разговаривают вовсе. Вы живете на одной улице, а не на той стороне, а вы на этой. Всего через два дома. Неужели вы не хотите пойти и просто поговорить? Не снимайте. Я не собираюсь с ним разговаривать. На самом деле началась вся история с банальной школьной драки, которую межнациональной назвать вообще нельзя. Между днём небольшая была стычка. Это не была драка, это не между кыргызами и таджиками. Это только было разногласие двух подростков. Кто потом из взрослых решил раздуть историю, и как так вышло, что целый городок оказался на грани межнационального конфликта, власти объяснить не смогли. И даже более того, могли быть замешаны в этом сами. Что конкретно произошло-то? Нет, давайте вот так сделаем. Занервничав при простом вопросе, чиновник просит не снимать его. За дверью кабинета, забыв о радиомикрофоне, Аделет Осмонов неожиданно признаётся. В организации беспорядков в ГКНБ подозревают его. Я уже два дня хожу в ГКНБ. Вчера из ГУВД приезжали. И вроде это дело мы закрываем, но интервью я давать не могу. Просто у меня много завистников, оппонентов. Вот говорят, что якобы это организовал я. По версии чиновника, на дома переселенцев в тот день напали 200-300 человек. В МВД называют цифры 60. Никто из них ответственности за свои действия не понёс. Среди населения, по словам властей, проведены разъяснительные работы. Обстановка, если верить официальным сообщениям, в ГКНД спокойная. Правда, буквально сегодня весь лич состав местного РОВД сдал корочки. Сотрудники не хотят работать с новым начальником. Прежнего, предположительно, сняли из-за того самого конфликта. Связаны ли между собой эти события, не знают даже старейшие жители. Сегодня, как обычно, в начале месяца резать барана идёт к своему соседу Идибек Содиков. Вообще не пойму, что произошло. Раньше вроде всё в порядке было. Идибек Таджик, его один сосед, кыргыз, другой татарин. По традиции, каждый месяц мужчины режут барана и делят его мясо на три семьи. На этот раз соседи решили прочитать короткую молитву о том, чтобы в их городке и стране всегда были мир и спокойствие. Идибек Бегали, Вазат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.